31 октября, день Луки. Сегодня поминает святого апостола и евангелиста Луку. Он был римским гражданином, врачом, последовавшим за Господом Иисусом Христом. Потом сопровождал Павла в путешествиях, написал при жизни одно из четырех евангелий, а также деяния святых апостолов. Лука является и первым иконописцем. Он писал иконы Богоматери, Чентаховской, Владимирской, Кикской, Сумельской. Поэтому Луку считали на Руси покровителем всех живописцев. В народе сегодняшний день Луки называли Луковым днем. Сегодня старались обязательно съесть лука, чтобы здоровье было крепким на весь следующий год. Было принято устраивать луковые базары. Сегодня утром отправлялись в церковь, чтобы помолиться святому Луке о благополучии и здравии в семье. А если человек болел, молились об исцелении. С этого дня начиналась осенняя путина. Можно было выловить рыбки для пропитания и продажи. Дело было опасным. На воде всякое случалось, поэтому снова молились Луке, прося его об успехе. В это время ловили плотву, язя, стерлядь, леща, головля, окуня, сама, щуку. Рыб наши предки долго считали воплощением душ умерших людей. Приметы. Сегодня самые поздние сроки листопада – дуба и осины. Если на вишне сегодня еще остались листья, выпавший снег быстро растает. Если рога месяца смотрят в северную сторону, погода в ближайшие дни будет сухой. Если в южную, то сырость, дождливость продержится до начала ноября. Если сегодня в сеть Йорш попался, хорошего улова не будет. В октябре быстро тает день, не привяжешь заплетень. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.